Это был типичный летний день в Орегоне, ярко светило солнце и щебетали птицы на деревьях. Анна и ее друг Тим решили прогуляться по красивому государственному парку, который находился всего в нескольких милях от их родного города. Они планировали эту поездку в течение нескольких недель, и оба были рады исследовать пересеченную местность и увидеть потрясающие виды, которые мог предложить Орегон. Пробираясь глубже в лес, они наткнулись на старую заброшенную хижину, скрытую заросшими кустами и деревьями. Несмотря на колебания Тима, Анна убедила его, что они должны его изучить. Войдя в каюту, они заметили, что она была совершенно пуста, если не считать нескольких старых книг и странной карты. Карта оказалась нарисованной от руки и детализированной, с замысловатыми символами и пометками. Анна не смогла устоять перед любопытством и решила взять его с собой. Они продолжили свой поход, но в течение дня поняли, что заблудились. Началась паника, когда они поняли, что понятия не имеют, как вернуться к своей машине. Когда наступила ночь, они были вынуждены провести ночь в пустыне без крова и еды. На следующее утро Тима нигде не было. Анна лихорадочно искала его, но не было никаких признаков его. В конце концов она наткнулась на поисковую группу, которую организовали смотрители парка. Дни превратились в недели, а Тима всей не было. Поисковые отряды прочесали местность, но Тима не было видно. Карта, которую Анна нашла в заброшенной хижине, тоже отсутствовала. Он как будто растворился в воздухе. Прошли годы, и этот случай стал известен как одно из самых загадочных исчезновений в истории штата Орегон. Некоторые предположили, что карта привела Анну и Тима к спрятанному сокровищу, в то время как другие считали, что они наткнулись на то, чего им не следовало знать. Правда, однако, до сих пор остается загадкой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok